Друзья, всем большой привет! Сегодня я вам расскажу о том, как Красной Армии удалось захватить первые танки «Тигр». Помимо разного рода отчётов и воспоминаний командующих, отличавшихся друг от друга в деталях, сохранились воспоминания непосредственных участников захвата трофейного танка 18 января 43-го года. Давайте с ними ознакомимся. Вот как описывает тот день лейтенант Шариков, командир взвода инженерной разведки 18-й стрелковой дивизии. После 16.00, когда уже начинало смеркаться, по дороге к рабочему посёлку номер 5 появился одиночный танк. Не доходя 200 метров до юго-западной окраины посёлка, правой гусеницей на развороте он сошёл с накатанной дороги в кювет, занесённый снегом, и наклонился на правый борт. Из танка вышли какие-то люди, но как только к ним направились наши сапёры и стрелки, эти люди бросились бежать через торфяной карьер в направлении рабочего посёлка номер 6. Наши воины открыли по ним огонь, но штабеля торфа в карьере и сгущающиеся сумерки позволили бегущим скрыться. Сапёры и стрелки подошли к танку необычного вида с длинной пушкой с дульным тормозом. На башне белой краской был нарисован мамонт с поднятым хоботом, поэтому бойцы и назвали танк «Слон». Танк стоял с открытыми люками, совершенно целый, даже с неповреждённой краской. Я, как командир взвода инженерной разведки, послал своего бойца с донесением о танке дивизионному инженеру, а сам начал осторожно обследовать незнакомую машину. Из штаба армии последовал приказ установить охрану танка и не допускать в него никого до прибытия специалиста. Ещё более подробно описывает это событие старший лейтенант Воробьёв. «Я тоже побежал к этому танку, залез в открытый люк водителя и обнаружил всё в исправности, кроме перерезанной электропроводки у счета управления. Боеприпасы были целы и лежали в своих гнёздах. Я вышел из машины и осмотрел танк снаружи. На его башне был нарисован белой краской слон с поднятым хоботом. С помощью рулетки замерил толщину брони и габариты танка, калибр и длину пушки. Хотел забраться в моторное отделение, но надмоторный люк был задраен. Я доложил своему начальству об этом танке и попросил разрешения заняться его запуском, но мне приказали заниматься восстановлением своих танков. Возле танка слон появился высокий худощавый танкист, который и занялся его изучением. Мне было приказано оказывать ему содействие. По его просьбе двумя нашими танками Т-34 вытащили танк слон на дорогу, поставили на ровное место. Затем с моей помощью после долгого изучения специалист открыл надмоторный люк. Мотор был 12-цилиндровый, бензиновый. В развале цилиндров была коробочка из какого-то дорогого дерева, в которой лежали две свечи зажигания. По просьбе специалиста танк слон покрыли брезентом, поставили под танк железную печку и усиленной топкой прогрели танк. Когда танк хорошо прогрелся, то он легко завелся с помощью самопуска, сжатым воздухом. В ночь на 20 января танк слон своим ходом проследовал по насыпи узкоколейной дороги на железнодорожную станцию Поляна, где был погружен на платформу и отправлен в тыл. Во время движения танка по нему вела сильный обстрел немецкой артиллерии с Синявинских высот. На этом мое знакомство с танком слон закончилось. Самое забавное в этой истории то, что в качестве причины оставления танка номер 100 экипажем в отчете указана поломка двигателя и радиатора. Хотя, как мы видим, танк дошел своим ходом. Этот «Тигр» доставили на полигон в Кубинку, где он прошел испытания, после чего стал экспонатом выставки трофейной техники, открывшейся 22 июня 43-го года. В конце года танк отправили в Кубинку, после чего в 47-м году его сдали на металлолом. Почти одновременно с сотым «Тигром» также в районе рабочего поселка был захвачен «Тигр» номер 121. Танк был поврежден и был не на ходу. После эвакуации его доставили в Кубинку, где сняли все приборы, двигатель, вооружение, а корпус с башней подвергли обстрелу из различных калибров. Этот танк тоже попал на выставку, но уже будучи изрешеченный попаданиями снарядов. Позже, после поступления на выставку новых «Тигров», танк был сдан в металлолом. Так и закончилась история первых захваченных «Тигров». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok